Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим оформление пособия по уходу за ребенком в программе 1С зарплаты и управления персоналом. Начнем с настройки законодательных значений, вернее с их проверки. Достаточно быть подключенным к интернет-поддержке, чтобы всегда поддерживать их в актуальном состоянии. Находятся они в разделе настройки редактирования законодательных значений. Здесь мы можем увидеть и откорректировать случай необходимости суммы пособий, предельной величины базы страховых взносов и другие параметры. Либо загрузить их с сайта 1С. Изменю по кнопке еще загрузить законодательное значение. Сами документы, с помощью которых назначают и прекращают пособия по уходу за ребенком в программе, находятся в разделе Кадры, отпуска по уходу и возвраты из отпуска, а также в разделе Зарплата, отпуска по уходу и возвраты из отпуска. Здесь представлены все документы, о которых я хочу вам рассказать. Первый и основной из них это непосредственно сам документ отпуск по уходу за ребенком. Данный документ создается обычно по окончании отпуска по беременности и родам, который оформляется в виде больничного листа. Также работник вправе заменить часть отпуска по беременности и родам на пособие до полутора лет. В случае, если месячная сумма пособия оказывается больше, чем сумма отпуска по беременности и родам за тот же период. В этом случае документ отпуска по уходу за ребенком создается раньше больничного по заявлению сотрудника. Итак, состоит он из шапки и двух закладок пособия и начисления. После выбора организации и сотрудника в шапке документа заполняется дата начала и дата окончания отпуска. Дата окончания отпуска является датой исполнения ребенка полутора лет. Ставится галочка освободить ставку на период отпуска, если на период отпуска планируется взять другого сотрудника. Особенностью пособия конца 2019 года является то, что оканчиваются отпуска по уходу будут уже в 2021 году позже. При заполнении даты, оказавшейся в 2021 году, у документа отпуска по уходу за ребенком появляется еще одна закладка «Пилотный проект ФСС». Так, здесь мы указываем ту же дату, что и окончание отпуска. Вот появилась у нас закладка «Пилотный проект ФСС». Причина в том, что с 2021 года все выплаты пособия за счет ФСС станут прямыми, то есть платить их сотруднику будет непосредственно фонд. Поэтому при оформлении пособия в конце 2019 года и далее необходимо заполнить эту закладку. Указываем, что это первый ребенок. Указываем фамилия, имя, отчество ребенка. Дату рождения. Серия и номер свидетельства о рождении. Дата свидетельства о рождении. И желательно сразу же запомнить заявление по ссылке к последней колонке этой закладки, чтобы в 2021 году к этому не возвращаться. Потому что период будет закрыт и может вызвать трудности корректировка старого документа. Поэтому заполняются все необходимые поля, все закладки этого документа и проводятся, закрываются этот документ. Возвращаемся на закладку «Посуды». Нажав на зеленый карандашик, мы открываем данные о среднем заработке. Он рассчитывается автоматически. Но можно задать значение вручную. Поменять года, которые будут участвовать в расчете пособия. И добавить справку с предыдущего места работы. Запомнить, провести ее. Количество детей. Указываем 1 и ставим галку. Это первый ребенок, если это первый ребенок в семье. Если есть старшие дети, то галку не ставим. Но цифра по-прежнему 1, если это пособие начисляется на одного ребенка. Если в семье родилась двойня, то ставим 2 ребенка. Если это первые дети в семье, то указываем, что среди этих двух детей есть первый ребенок. Если есть старшие дети помимо этих двух детей, то галочку не ставим. Закладка начисления нужна для управления начислениями сотрудников помимо пособия. В начале отпуска обычно автоматически стоит галочка «Не начислять зарплату» и «Не выплачивать аванс во время отпуска», чтобы основные начисления прекратились. Но если сотрудник работает, находясь в декрете, то начисления не прекращаются. И галочка убирается. Этим документом мы можем также изменить начисления. Только для того, чтобы изменить график рабочего времени, все равно потребуется ввести кадровый перевод, либо изменение графика. В разделе «Кадры» ввести кадровый перевод, либо изменение графика работы списком. Итак, внизу заполняем подписанта. И из этого документа после проведения «Неправильное количество детей. Первый ребенок». И здесь мы указываем, что это первый ребенок. Проводим. После этого мы можем распечатать приказ о предоставлении отпуска по форме Т6. Позже можно исправить этот документ по ссылке, находящейся в левом нижнем углу. Кроме этого документа, для оформления различных событий, которые могут произойти, пока сотрудник находится в отпуске по уходу с ребенком, существуют еще два документа. Один из них – изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком. Желательно его создавать на основании самого отпуска по уходу за ребенком, чтобы все поля проставлялись автоматически. В шапке документа мы должны указать дату, начиная с которой условия оплаты выпуска по уходу до полутора лет изменятся. Например, сотрудница вышла на работу на неполную ставку. Для того, чтобы это отразить, мы должны перейти на закладку «Начисление», поставить галочку «Изменить начисление», «Исправить сумму оклада» и проставить галочки снизу «Изменить применение плановых начислений» и «Применять плановые начисления», если начисления ранее не применялись, то есть при нахождении в отпуске сотрудница получала только пособие. Если при изменении условий оплаты нужно также изменить и график работы сотрудника, то это делается, как я уже повторяла, отдельным документом, кадровым переводом или документом, изменяющим график работы. И последним из серии документов, создаваемых в отпуске по уходу за ребенком, является документ, который в программе «Изменить зарплату и управление персоналом» для ввода обязателен. Это возврат из отпуска по уходу. Если этот документ не введен, то пособие продолжает начисляться, а оклад начисляться не начнет. Следует об этом помнить. Желательно создавать этот документ, опять же, из основного документа первоначального «Отпуск по уходу за ребенком», чтобы все поля заполнялись автоматически. Заполняется дата возврата на работу и в случае необходимости изменяется начисление. Если сотрудница уходит в отпуск по беременности и родом, не выходя на работу после декретного отпуска, то этим документом мы прекращаем предыдущий отпуск по уходу за ребенком в программе, так как одновременно не могут оплачиваться эти оба начисления. Еще хотелось бы упомянуть то, что если организация находится в местности, которая входит в пилотный проект ФСС уже сейчас, а не с 2021 года, когда это коснется всех, то аналогично оплате больничных листов пособие по уходу платит ФСС напрямую сотруднику, согласно тех данных, которые организация отправляет органу ФСС в реестрах. В этом случае пособие, в документе начисления, в этом случае, во-первых, в учетной политике, это у нас настройки, организации, открываем карточку организации и на закладке «Учетная политика. Другие настройки. Самоучетная политики», где пособие ФСС, мы ставим галочку, подтверждающую, что организация зарегистрирована в районе с прямой выплатой пособия через ФСС. И указываем дату, с которой эти пособия перечисляются через ФСС. При этом в этом случае пособия в документе начисления зарплаты и взносов отражаются с нулевой суммой, а в ФСС передаются сведения о пособиях. Это делается в разделе «Отчетность справки» «Передача ФСС сведения о пособии». Создается реестр сведений, необходимых для назначения и выборта пособий. Заполняются сведения, записываются, проводятся и отправляются в ФСС. А при окончании отпуска по уходу за ребенком создается уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком. И тоже отправляется в ФСС. На этом все. Желаю всем удачного дня. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...